Что же в нашем городе творится? Город должен быть красочным. Город далеко не серый. В городе много удовольствия. Я не скажу, что даже в Ленинском районе цены выше сетевиков. Слава тебе, Господи, что американских сетевиков в Магнитогорске нет. Вот там, да, цены на ХБ очень-очень дешевые. А мы приехали в Орженикидзовский район на Ворошилово, 29. Зачем? Да за тем, чтобы показать, как и не задорого город, ну, мужская его части, станут разноцветными. И как бы не хотелось, цвет разный будет присутствовать, а не серый. Так вот оно, вот оно то, что должно быть. Давайте зададим себе грамотный вопрос и посчитаем. То есть вы и я все прекрасно понимают, что у нас есть такая ситуация под названием просчет нашего будущего, да? У нас интересное будущее. Ну, так вот, мы посчитаем, а потом определимся, стоит ли вам куда-то ехать, когда можно хорошо одеться здесь, в магазине Хип-Хоп. На Ворошилово, 29. В свое время я этот город пересадил на шорты. Вы не представляете, да? Да-да-да-да-да-да-да, 20 лет в эфире. И, естественно, когда я был за рубежом, я там только в шортах одевался. В результате весь город стал в шортах. Но сегодня, сейчас мы с магазином Хип-Хоп вам покажем, что вы можете одеваться в майки. Хорошие, качественные майки вот такие. Хорошие, качественные маечки, да? И одновременно с этим у нас с вами первая ступень. Давайте посчитаем о замечательных ценах. Вы же хотите, чтобы цены были низкие. Так вот, мы вам про это и говорим. То есть, хозяева магазина, они как бы, ну, нормальные люди. То есть, имеют свои удовольствия. И по жизни живут не в городе Магнитогорске. Так вот, чтобы они не жили в городе Магнитогорске, ну, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Нам бы хотелось, чтобы вы сюда пришли и посмотрели внимательно ценники. Если ценники небольшие, то почему бы вам сюда-то не прийти? И взять себе такие вот замечательные майки. Да, конечно, лето у нас не сильно большое и классное. Но, тем не менее, лето увеличивается. И уже практически на месяц. И можно походить вот в таких, ух, клевеньких шерцах. Нет, тишерц. Тишерц будет чуть позже. Ха, да. Все практически здесь я и покупаю, если честно. Горе так-то. Вот. И мне говорят, почему ты вот в своем стиле. Я говорю, это и есть мой стиль. То есть программа «Автостоп» – отдельная штука. Программа «Дом, милый дом» – отдельная штука. Давайте все-таки обратим внимание. То есть я когда говорю про программу, да, что я в этой программе делаю? В этой программе я, естественно, лажу в машину. То есть, ну, не надо говорить про то, что если мы лазить не в машине будем, ну, как бы еще сказать, надо что-то такое, ну, более-менее подходящее, да. То же самое, если мы говорим про дом «Милый дом», я не совсем понимаю, если я говорю про дом и вот галстуки, ну, я не знаю зачем. Потому что в доме все работаем и красиво, правильно. Вот, к слову о том, что вот все мои футболки, толстовки, естественно, покупаю здесь. И вообще, за некоторым исключением на протяжении последних, ну, уже, наверное, 10 лет, основная часть моих вещей, я их больше нигде не беру, приезжаю сюда. Вот так оно и есть, по сути, событий. Теперь возникает длинный вопрос. Вы же представляете, да, что у меня какие-то проблемки возникают тут с этой частью? Естественно, я езжу за рубеж, да? Да. А это не дешевые поездки трассные. Особенно не дешевое там лечение. И давайте все-таки определимся. То есть стандартные поездки туда, куда я еду, это немножко дальше, чем Турция. Они немножко денег чуть больше стоят, естественно. Если в Турцию можно еще за копейки какие-то смотаться. Но с другой стороны, давайте приведем внимание, то есть за какие копейки вы поедете в Турцию. Даже если будет трешка, семья, три человека, минимум 75 тысяч рублей с Магнитогорска. Это минимальная сумма. Да-да-да-да-да. 75, да? Ну, с собой еще взяли там тысячоночку, да? Что-то там себе купили. Хорошо, вы там купили на тысячу долларов. Допустим, ничего себе не брали. Ели все строго в олн-клюзиве. А потом каким-то образом смотались. А давайте пересчитайте эту тысячу долларов. И еще туда, грубо говоря, две тысячи долларов приплюшите. И получается вот у вас замечательный вопрос. Ну, может, вы отдохнете. Но это не есть удовольствие. Хотя сюда можно прийти. Вот так хорошо одеться. И к слову о том, что можно пропутешествовать по России. Я недавно прокатился. И я сейчас кое-что дальше расскажу. То есть я вам показывал шерц, теперь тишерц. Хорошие? Качественные? Вот такой. Да-да-да. Так вы слово сале слышали, да? Сале. А вы не слышали? Да вы не были просто за границей. Хотя, по сути, у нас тоже сале бывает везде и всюду. Ну, мы поговорим русским языком. И русский язык вам говоришь, что это распродажа. Да, здесь есть и такие штучки. Вот. То, что у меня снизу, стоит всего 600 рублей. То, что сверху, стоит 700 рублей. То есть и того, и сего эта сумма получается 1300. 1300 поделив на 65. Что-то какая-то сумма весьма интересная получается, да? Если вы сможете такое найти за бугром. А сможете ли вы такое найти за бугром? Я, честно говоря, очень сильно в этом деле сомневаюсь. Я не против ценников Анталии. Но Анталия – это не есть Турция. Надо еще раз объяснить, что в Анталию люди приезжают, откуда они везут товар. Они везут товар из Истамбула и с Анкары. Естественно, денежки на вас зарабатывают. Так зачем куда-то ехать, если вот обратите внимание. То есть, в принципе, по ценам Анталии здесь товар есть. Потому что товар, который берет хозяйка, она его берет именно в Анкаре или в Истамбуле. То есть те же самые деньги, только здесь. Неплохо выглядит? По-моему, очень даже хорошо. Какая интересная страна, просто отвинтецкая страна, да? Расскажите мне, в какой еще стране зимой бывает температура минус 35? Ну, в какой еще стране? Только в России. Но там, где вы науходитесь, там температуры такой в природе нет. Я задаю вопрос нашим замечательным товарищам из-за бугра, то есть в Америку, господа мои. Давайте сделаем следующим образом. Мы целиком возьмем население, ну, допустим, штата под названием... Какой штат? Южный, да? Ну да, Флориду, да? Вот берем спокойненько население Флориды и отвозим их куда? Ну, куда? В Норильск. Ах, зимой! Сейчас задают дивный вопрос, простите меня, конечно. Через какое время жители Флориды оттуда следяют? Вот. Очень-очень быстро, поверьте мне. Ребята, в нашем дубаке могут жить только россияне. И не лезьте в наше житие, пожалуйста. Тем более, то, что я сейчас показываю, это, конечно, для лета. Очень хорошая тема. Сейчас немножко прилеплюсь. Вот так вот. Но в этих вещах вы, естественно, можете где ходить. Да где вы будете спортом заниматься? Никаких проблем. Вау! Помните, да? То, что я вам говорил. Шорты. И, естественно, настоящие тишерс. То есть, это футболка. Красивая. Красивая, изумительная. Сообразив то и другое вместе взятое, скажем, что по цене 10 и 10 долларов. Ну, если вы найдете. Ну, если вы найдете. Ну, тогда идите туда. А для тех, кто этого найти там не может, вам дорогу сюда. Магазин Хип-Хоп. На Ворошилу 29. Вот я бываю, иногда косорежу. Хотя, почему я косорежу? Потому что мне это дело все понравилось, да? Лето, ах, лето. К сожалению, до лета следующего еще у нас 9 месяцев. Ну, примерно. И у нас перед нами, что у нас перед нами? Во-первых, осень, во-вторых, зима. Если бы, конечно, передача у меня была большая-большая, я бы все это дело сделал красиво для вас. Но, к сожалению, у нас рамки есть определенные. И поэтому не все то красиво, что должно быть. Хотя, по сути, посмотрите, как я одет. То есть, если бы я одевал все подряд. О, это надолго. Может быть, для Ютьюба в следующий раз. Почему нет? То есть, есть все в наличии. В большом ассортименте, да? Красиво, ровно и замечательно, да? Красиво и ровно, замечательно. Я так же наделся. Вот она. Посмотрите, да? Замечательная толстовка. Хорошая, хороший свитер. Ну, он такой, хороший свитер. Вот. А какие брюки-то у меня хип-хоповские. О, вау. Да, 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 да. И вы должны мне задать вопрос. Алексей, а вот сколько тебе лет? Я скажу, ну, мне, в принципе, 47-й год как катер. Возникает вопрос. А сколько мне лет в действительности? Я об этих вещах переговорил с Юрой Пориаллиным. Когда ему было 70 лет, его как раз только что убрали с одного интересного канала. И он как бы оказался никому не нужен. А вдруг он мне оказался нужен. И мы с ним поехали в Чистополе. Я задал ему вопрос. А сколько тебе лет, Юрочка? Он мне сказал, мне вообще по сути событий всего там... 18 лет, я говорю, чуть не понял, я говорю, тебе вроде как 70, ну, примерно. А ты говоришь, 18 лет. Он говорит, так вы же понимаете, главное, какой человек внутри. Во мне примерно 22 года. Ну, тот самый возраст, когда я что-то другое в этой жизни поиспытал. Так вот, у каждого есть то, что доктор прописал. И мы не будем говорить, что люди даже в возрасте имеют характер неребяческий. Уж поверьте мне, я так могу отрываться, как еще детеныш этого делать-то не сможет. Есть такая возможность, вау, будет отрыв такой. А Твинтецкий, к слову о том, что так же Твинтецкая, грамотно и качественно живет кто? Живет мой замечательный Арнольд Шварценеггер. Ему сейчас 72 года. Так в 72 года он развелся. Сейчас он зарабатывает и делает то, что это ему нравится. И получает удовольствие, чего я и вам желаю. А чтобы удовольствие это было для вас, самый грамотный вариант. Даже если вы никуда не ездите. Ну, такие случаи бывают, да? Но качественная форма одежды. Качественная одежда где? Она здесь есть в городе. В магазине Хип-Хоп на Октябрьской 29. И так вот у нас температура поднимается. Ну, да-да-да. Вы не обратили внимания, я вам расскажу, что сейчас, когда уже скоро тут должен быть снег, у нас еще на улице скоро сентябрь будет. А это дело-то в октябре начинается. То есть мы материал, который вам покажем, это будет октябрьский материал. Да. И к слову о том, что уже и зимы не стали такими жесткими, да ведь? К слову о том, что вы часто можете просто в машине ездить на работу, правильно? То есть, ну, зачем пуховики? Хотя здесь и пуховики тоже есть в большом количестве. То есть, вот посмотрите, какое красивое пальто, да, на мне висит. Неплохо смотрится. Ну, неплохо смотрится, да? К пальту, естественно, должны быть шляпы. Но сегодняшний, это не тот авторитет, который был ранее. То есть шляпы были, ну, лет, наверное, 40, а может быть, 50, такие красивые шляпы. Сейчас не совсем то. Сейчас люди предлагают выходить на улицу и показывать, что у них есть что-то над головой. К сожалению, вот у меня немного над головой есть, естественно. Но даже если я себе такую штуку куплю, вот, я постараюсь очень быстро заходить из машины и в машину. Я так буду выходить с вот такой головой. Ну, да ладно, это как бы смех. Но, тем не менее, вы же видите, что, в принципе, здесь товары для всех. Для молодых, для чуть взрослее, для тех, кто хочет выглядеть красиво. Я выгляжу красиво? Вау, красиво я выгляжу. Да, 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 да. Может быть, я, кстати, в следующем году, если мне это дело удастся, я приду сюда и возьму себе такое пальто. Потому что, ну, ладно, мы не будем сегодня про это говорить. Мы говорим про то, где вы хорошо одеваетесь. И где вы хорошо одеваетесь в хип-хопе. Ну, а что вы хотели? Мы посмотрели, мы все это дело посчитали, да. Конечно, можно ехать куда-то далеко. Но вопрос возникает. Даже вы ездите в ту же самую Турцию по самым дешевым рейсам. А сможете ли вы там найти хороший товар? Такой же, что по цене, как в Стамбуле. И то, и другое не получится, господа. Не получится. Вы там, ну, не думайте, что турки на вас деньги не зарабатывают. Но по ценам Антарии вы товар покупаете здесь, в городе Магнитогорске, в магазине хип-хоп.